Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем курс Django 2 плюс сервер. Значит, в конце концов мы подошли к тому, что нам надо, чтобы заработала phpMyAdmin. Вот давайте проверим. Я только настроил, чтобы понимали, что дальше будем делать. Так, ну я пока просто тест, потом удалю базу. Тест. Сейчас мы с вами попробуем создать. Да, все нормально создалась наша база, то есть готовимся к проекту Django. Ребят, смотрите, мы с вами будем устанавливать две базы. Так как мы работаем с тестом, мы с вами сначала установим MySQL и phpAdmin, а потом Postgres тоже сервер установим и pairAdmin. То есть у нас будет две базы. Зачем это нужно? Ну, во-первых, у многих сегодня на MySQL сайты. На Django, конечно, если свой сервер делать, то, конечно, надо брать Postgres SQL, да, эту базу. Но, по сути дела, если уже сайт с нуля, то там сразу берем, а кому-то надо переводить, то есть надо иметь, по крайней мере, локально установить два сервера, чтобы загрузить туда сайт, потом перевести базу с MySQL на Postgres. Это все знания и все надо уметь, поэтому два сервера. То есть следующий урок, наша с вами задача какая? Это Apache мы с вами установили, настроить PHP. PHP мы с вами в прошлых уроках не полностью настроили, то есть вначале он нам выдавал ошибку, потом мы проверили наш сайт. Будем с вами в уроке все это делать. Вот наш Django 2 Localhost. Вы заметили, что наш сервер вот, да, а сайт открывается на основной машине для удобства. Это очень классно, согласитесь. И при этом этот сайт, видим, в данном случае разрабатываем только мы, в интернете он не виден. Поэтому мы с вами как раз и проверили, вот, PHP, то есть это у нас HTML, потом я проверял, мы с вами делали это и создали файл PHP, потому что сначала он не работал, но потом... Индекс PHP у нас тоже заработал. Вот, все это будем проверять и делать. И для чего нам надо было PHP? Ну, конечно же, чтобы сделать PHP MyAdmin. Потом админка не пускала, в общем, все это мы пройдем. Потом мы ее заставили нас пускать, то есть PHP Admin, чтобы нам было очень удобно создавать базы. Еще надо кое-что сейчас проверить. Да, все нормально, потому что в Ubuntu я там вам написал, что делать, когда 7.2, тут могут возникать ошибки. Потом разберем, что делать. То есть там немножко изменилось по PHP кое-какие вещи. Ладно. В общем, смысл такой, ребят, смотрите. До этого, вот, все можно посмотреть в курсах, на курсах, то есть то, что мы делаем, да, глобально все делаем. Очень классный курс, действительно, профессиональный уже, ребят. Для новичков очень много, на 17, наверное, суток для новичков наделано. Все, пошли уже делать профессионально. Сегодня будем говорить так. Если программист может настроить сервер, если он может расположить там программное обеспечение, то это уже профессионал. И работать в Django будем здесь тоже уже только профессионально. Но до этого проходят и все уроки. Теперь. То есть по урокам можно посмотреть. Мы все установили. Установили виртуальное окружение. Уже даже создали наш проект Django. И, ребят, вот честно говорю, своим говорю в школе и вам говорю. Не дай бог вы на сервере захотите установить какую-то там морду операционной системы. Руки подбиваю. Руки подбиваю. Все делаем через командную строку. И радуемся, что вы наконец-то выходите на профессиональный уровень. Ни в коем случае запомните никаких морд на сервере. Не грузите сервер и не приучайте себя. Все с командной строки, как в уроках делаем. То есть захотели... Это... Захотели поработать с командной строкой. То есть сервером. Работаем только через редакторы. Все у нас настроено. Все через редакторы. Все. И ничего здесь сложного нету. Просто надо по порядку делать. Все через командную строку. Вот что. Файловый менеджер. Делайте, что хотите. Каталоги эти запоминаются легенько. Все, что создаете. Все, знаете. Диапачи. Все легко. Ничего лишнего не должно быть. Итак. Давайте подведем итог. Просто ковырялся, ковырялся, чтобы привести к хорошему виду. Так сейчас, наверное, немножко даже эмоции переполняют. Потому что, понимаете, когда работаем на реальном сервере, там есть статический IP. Там все без проблем. Делаешь и делаешь. Когда работаем мы в виртуальной машине, в виртуальной машине, участникам школы напоминаю, не ленитесь создавать снимки. Что-то новое делаете перед установкой. Вот, смотрите, я написал MySQL сервер. То есть, создали снимок. Не получилось, отогнали. По-новому пошли. Не ленитесь создавать снимки. Так вот, в виртуальной машине все немножко посложнее. Потому что надо все это прописывать. Мы с вами все делали. Я вижу, что, да, ребята, судя по Сергею Асачьему, пришлось покопаться, хотя опыт есть. Вот. Чего-то я хотел тут вам показать. Сейчас, секунду. А, ну ладно, мы все это настраивали, поэтому в уроках все есть. Так вот, в виртуальной машине все немножко надо и порты прописать, потому что, например, у меня на данный момент на компьютере стоит тот же локалхост, да, тот же сервер, где я разрабатываю сайт. Вот обычный локалхост, он есть, да, локалхост и та же phpMyAdmin тоже есть. То есть, ну это уже немножко, это уже на основной машине для сайта, а мы работаем с вами сервером. Сервером. И тут понятно, что мы делали немножко другие порты, чтобы нам не путать, чтобы, ну, удобно смотреть. Ведь классно смотреть наши сайты прямо на рабочей машине. Так вот, что еще хочу сказать по серверу. Смотрите, ребят. Так, а какой у меня браузер открыт вообще-то? Так, это мы закрываем. Сейчас. Смотрите, ребят, вот. Дам еще одну запись. Есть страница ВКонтакте. Здесь нет, здесь комментарии запрещены, то есть некогда мне ни с кем переписываться. По одной простой причине. Это чисто информационная страница, что происходит в школе. Вот не был человек и пришел, быстренько прокрутил, ага, вот понятно, что происходит в школе. Это в основном для участников школы. Ну, первое. Смотрите, вот дам две ссылки. Настройка Ubuntu. Поэтому, кто на Windows? Я с вами спорить не буду. Нравится Windows? Пожалуйста. Но, запомните, если вы работаете с Windows и там пытаетесь работать с серверами, но систему используете Windows, а не Linux, ребят, никогда вы не станете профессионалом. Вы боитесь Linux, а в Linux надо работать. Поэтому, вот дам вот эту ссылку. Нравится я Windows? Я вас ни в коем случае от него там не отваживаю. Ну, любите вы Windows. Хотя, вот Тор, да, парень с Казахстана. Вот он сделал правильно. То есть, как рекомендовалось. И многие ребята так делают. Сносим Windows, ставим Linux. Вот эти все размышления, что там надо нечто писать. Ребят, вы программист или лузер? Если вы лузер, закрыли видео и пошли отсюда. Если вы программист, то, извините меня, программист Linux должен знать, хотите вы или нет. Или вы надеетесь, что дядя сервера там вам наставит. Как наставит, вам неизвестно чего. Так заклебетесь пыль глотать, по-другому не будет. На серверах? На серверах. Только программист должен знать, что ставить. Сегодня ситуация на рынке СНГ такая, что в основном PHP. Все сервера построены под PHP. То есть, грубо говоря, программист Python, Django, Kotlin, Java должен четко понимать, что он хочет собрать. А как вы соберете, если вы не работаете с серверами? Если вы будете с Linux работать набегами, забудьте. Забудьте. Ничего не будет. Просто поставили Linux, и вам некуда деваться. Вам приходится учиться. Потому что, ведь видно по вопросам, когда человек работает в Windows, потом начинает задавать вопросы, но, грубо говоря, нифига не шарю. Хотя я говорю, ребят, сначала ставите Linux Ubuntu, начинаете с ней работать. За два-три месяца у вас поднатореете. И говорю аксиому. Если бы сегодня мне сказали, что вот, Бавшиновский, с завтрашнего дня ты работаешь на Windows, у меня бы стал вопрос о том, чтобы вообще бросить программирование. Потому что терпеть, терпеть то неудобство, которое дает Windows для программирования, я сегодня не готов после Linux, честное слово. Хотя, я раньше думал по-другому. И что вы думаете, я не плевался? Я долго шел к Linux, очень долго шел, ребята. Ставил, он у меня, он у меня падал, я там то натворю, то ничего не работает. Думаю, ну кто придумал этот Linux? Ребят, ну надо разобраться, надо. Ну как только вы разберетесь, вы начнете ловить офигеннейший кайф. Система, которая слушает командную строку. Запомните, в Windows вы всегда будете гостем. Windows вам не даст внести изменения в себя. То же самое касается и Mac. Эти системы пользовательские. То есть сидит вот в банке работник. Он считает, что он знает компьютер, знает свою программу. И здорово. Вот ему надо кликать там три команды в этой программе. Отлично. Вот там Windows подойдет. Отлично. Но программисту нужна система, которая полностью подчиняется командной строке. Программист может внести любые изменения в ядро системы, в саму систему, собрать по себе систему. Все сервера работают на Linux. Поэтому сначала читаем вот эту статью, как правильно я рекомендую. Дальше занимаемся в школе. Если вы Python не знаете, значит с нуля есть Python. И все на Linux. Потом потихонечку начинаем работать с сервером. Работаем мы через PyCharm. То есть здесь вам будет удобно и вставлять, и копировать. Все. Никаких неудобств. И все делаем. При этом вот этот курс, я сказал, он профессиональный. То есть уже здесь, ребята, мы никакие спуски не даем. Работаем в Jupyter ноутбук. Делаем пометки Markdown. То есть все делаем досконально. Поняли меня? Значит, ребят, смотрите, я прошу прощения, может я где-то жестковато, потому что зашла жена и так посмотрела. Но, понимаете, пока вы не поймете, что вам нужен Linux, да, не надо слушать там, кто-то там пишет, как ребята пишут, что вы знаете, вот Windows там ввел одну команду и программа установилась. Ребят, ну вы программистом хотите быть или лузером? Лузером вы и так, вам ничего не надо делать, понимаете? Ничего не надо делать. И лузером и так вы будете всегда. Если вы хотите быть программистом и радоваться тому, что вы что-то вводите и вас слушается вся система, применяются изменения, и потом вы раз, бац, настроили, вот, пожалуйста, PHP-админ уже работает. Значит, первое, второе, третье, собирайте под себя все, что нужно. Тогда надо изучать Linux. Но выбросьте вы все другие мысли, выбросьте. Если вы смотрите телевизор, ребят, ну я ради интереса обращаю внимание, я сколько программистов видел, но не видел ни одного программиста, вот, серьезного, да, чтобы телевизор указал, чтобы они сидели там в винде. В винделе. Ребят, да я не против винды, я сам много лет на ней был, но говорю, долго шел к Linux. Но запомните, когда вы к нему придете, это писец. Все. Другие системы для вас перестают существовать, потому что вы хозяин. Вы собираете, как вы хотите. И это круто. И вы будете чувствовать, как любая ваша команда отзывается на всей системе. Вы ее меняете. Но надо поставить себе задачу. Какую? Поставьте себе задачу за три месяца стать хотя бы уверенным новичком Linux. Что для этого надо делать? Для этого надо установить, вот, как я говорил в статье, Linux и один Linux на компьютер. Никаких виндов. Захотите потом вернуться, ну, бросьте, перестановите Windows и будете дальше лузерить сколько хотите. Понимаете? Но, если у вас хватит терпения, если вы просто установите Linux, и вам некуда будет деваться, а начнете в ней работать, вы вынуждены будете учиться. И учитесь, и не отступайте. Пройдет пусть три-четыре месяца, но потом, когда вы поймете Linux, все, ребят, поверьте мне, ничего больше. Сервер, пожалуйста, так вы же программист, вы профи станете. Потому что как это программировать? А в сервере ничего не понимаю. Ну, что это за программист? Это не программист. А, ответьте себе на вопрос. Ну, хорошо. Где-то есть там хостинги. Ребят, ну, я когда-то начинал с хостингов. Ну, быстро вырос. Но сегодня пойти на хостинг, мне просто, где там устанавливается и больше ничего, ну, глупо. Я бы такого даже представить в страстном сне себе не мог. То есть, вам всегда захочется на сервер установить то, что вы хотите, понимаете? А кто должен знать, что вам нужно? Абсолютно верно. Дядя сервера 100% ваши мысли не читает. Я знаю, что он установит. Он установит PHP и все, да? Если надо что-то, да, сталкивался я, да? Да, если, во-первых, вы выбираете сервера с администрированием, да, то это, во-первых, довольно большие деньги, да, по сути дела. Так научитесь сами. В школе все объясняется. Что есть сложного? Сядьте и копайте себе потихонечку. Сами настроили сервер, сами создали сайт на Джанго, сами, пожалуйста, проект загрузили, сами обслуживаете, сами четко понимаете, что происходит. Ни дяди, ни тети, все нафиг. Вы программист, вы знаете, что хотите, вы можете все. Но начните это делать. Начните. Не завтра, не вчера. Вчера надо. Поэтому первое, что надо сделать, то, что я сказал выше. Ну, а по урокам еще раз повторяю. Итак, ребята, мы с вами настраиваем сервер. Нам, по сути дела, останется мод в СГИ поставить, да? Сейчас мы будем настраивать классический сервер. То есть, это Apache, это мод в СГИ, это MySQL. Потом доставим еще PostgresQL. То есть, базу, которая, в принципе, и нужна от Джанго. Но так как говорил, что у многие, и я в том числе был многое время из-за некоторых вещей, просто я был на других серверах, где просто, ну, нельзя было поставить MySQL, да? То есть, Postgres нельзя было физически, потому что у них там начинало все это лететь. Не подрасчитано было. А потом я уже нашел то, что я хотел, то есть, что и вы теперь будете искать. Вы будете искать такие сервер радио, вы полностью можете сами контролировать процесс становления системы, да? То есть, поставили чистенькое, чистенькое что-то, без всяких там их предустановок. То есть, вы сам себе хозяин. Договорились, да? Итак, ссылки будут в описании видео. Посмотрите, с чего начать. Следующее, извините, может, я немножко грубовато, но просто я не хочу принимать участие в дискуссиях, что хуже, лучше. Есть одно понятие. Сервера на Linux. Программисту нужна Linux. Linux по одной простой причине, потому что программисту нужна система, которая будет полностью подчиняться командной строке. Где там пишут, что он криво, косо работает, все это фигня, все это вранье. Это косые руки, пока вы не научитесь. Вот и все. Что хреновому танцору мешает? Правильно. Прямым языком яйца мешают. Вот и все. Поэтому, ребят, поставили задачу, научитесь. Мешать вам ничего не будет. Надо опыт, надо время. Надо покопаться. Надо, ребята. Ну, надо. Понимаете? Просто надо. Поставили задачу и вперед. Не отступайте. И придет время, когда Linux полностью будет слушаться вам. А вы будете радоваться ей, а она будет радовать вас своими результатами. Linux же как? Вот ее настроил, да? И это вечный двигатель. И он пошел. Уверенно и спокойно, без изменений. То есть, если вот она запущена, она и будет идти завтра, послезавтра, через сто лет в одном темпе, который вы ей задали. Вы задали. Ничего ее не может сбить. Договорились. Все, ребят. В общем, хотел одно сказать. Сказал много другого. Но, тем не менее, кому-то это понравится. Для кого-то будет грубовато. Ну, я прошу прощения, говорю, но то, кто на Windows, я вас совершенно не хотел обидеть, но нравится Windows. Ну, плохого здесь ничего нету. Только, ребят, никогда вы не станете программистом, пока не изучите Linux. Никогда. Все. Вперед. Все получится, не переживайте.